О чём расскажет книга? О чём-то интересном, весёлом, может, грустном, но это не беда. Спроси о чём угодно, открой скорее книгу, и на её страницах ответ найдёшь всегда. Здравствуйте! Давайте познакомимся. Я книга. Честно-честно, я много лет жила в этой библиотеке. Вот здесь. Нет, или здесь. Нет, или здесь, или здесь. А, да неважно. Ох, и скучно мне было, я вам рассказать не могу. Столько всего знаю, а рассказать ничего никому не могу. Вот и пришлось научиться говорить. Теперь меня не остановишь, болтая без умолка, болтая, 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 но сами всё увидите. Ну, тсс! Слышите? Нет? А я слышу. Это пришли читатели. Здравствуйте, ребятки. Проходите в библиотеку за книгами. Правильно. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Ой, что это со мной? Тарам-парам, тарам-парам, на то оно и утро. Ой, ребятки, что случилось, откуда я знаю эту песню? Вы не знаете? Знаю. А кто ее? Кто ее поет? Винни-Пух. Ах, Винни-Пух. Правильно, ребятки. У нас же в библиотеке живет Винни-Пух. Да-да-да, у нас очень-очень много интересного. Привет, привет, Винни-Пух. Привет. Привет. А ты знаешь, кто для тебя сочинил эту песенку? А, на ушко скажешь? Борис Захадер. Знаете? Да. Умнички. И я вам еще кое-что расскажу. Давным-давно, еще в 1918 году, в семье будущего юриста Владимира Захадера и переводчице Полины Наумовной родился сын. Мальчика назвали Борисом. Жили они тогда в курортном городке Кагу, в Бессарабской губернии. Но вскоре переехали в Москву. Еще в детстве Борис внимательно наблюдал за жизнью животных. Черепахи, кошки, рыбки. Позже станут героем его стихов. Также он старательно изучал иностранные языки. Мама учила его английскому, немецкому, французскому. Окончив школу, Борис Захадер поступил в университет. Сначала на биолога. В 20 лет решил стать поэтом и перевелся в литературный институт. Учебу прервала война. На фронт Борис Захадер ушел добровольцем. Еще во время войны он начал печатать свои стихи в армейских газетах. Но первую славу Борису Захадеру принесли его переводы. Винни-Пух и Мари Поппинс, Питер Пен и Венди, Алиса в стране чудес, герои английской литературы, благодаря писателю, заговорили на русском языке. Теперь все ребята могут понять, о чем они говорят, думают, что чувствуют. Здорово, правда? Вот эта книжка «Винни-Пух и все-все» написал ее Алан Миллн. Он жил в Англии, англичанин, в Лондоне жил. Но вот здесь написано, что эту сказку, книжку на русский пересказал Борис Захадер. Здорово! И там помните, как у Винни-Пуха с опилки, опилки, помните, кричалки, да? Помните? А давайте прочитаем. Давай. Однажды Винни-Пух отправился в гости к Пятачку. Шел снег, и Винни плелся по белой-белой лесной тропинке и думал, что, наверное, Пятачок сейчас греет ножки у огня. Но, к своему удивлению, он увидел, что двери дома Пятачка открыты. И чем дальше он смотрел туда, тем больше убеждался, что Пятачка там нет. Чтобы окончательно в этом удостовериться, Винни решил постучать очень-очень громко. Да. Ребята, давайте постучим громко-громко, чтобы Пятачок услышал. Постучали громко, стучите. Молодцы! Спасибо, он услышал. Ожидая, пока Пятачок не ответит, он прыгал, чтобы согреться, и вдруг в его голове внезапно зазвучал шум, который, может, пожалуй, многим понравится. Иду вперед, терлим-бом-бом, и снег идет, терлим-бом-бом, хоть нам совсем, совсем не по дороге, но только вот терлим-бом-бом. Скажите, от, терлим-бом-бом, скажите, от, чего так зябнут ноги? Здорово! Да. Ребятки, а у вас зимой ножки мерзнут? Нет. Нет. А когда мерзнут? Ну, иногда же мерзнут. Как вы их греете? Стучите? Да. Об ножку? Да? Или как по земле? Ну-ка постучите, постучите, постучите. Вот. Молодцы! Чувства согрелись. Ребятки, а вы хотите почувствовать себя поэтами-фантазерами? Хотите? Да! У Бориса Захадера есть книга «Моя вообразилия». Там он рассказывает про горизонские острова и про остров где-то там. Рассказывает про вредного кота, про летающую корову и про умного сама. Хотите? Сами вообразить этих животных, эти острова. Хотите? Да. Тогда давайте попробуем все это нарисовать. Берите листочки, карандаши и воображайте. Остров где-то там, горизонтский остров, умный сон, может быть, вредный кот. Воображайте! И вы, дорогие читатели, рисуйте тоже вместе с нами. Ну что, порисовали? Нафантазировали? А теперь давайте прочитаем, какие чудесные животные, какие чудеса у Бориса Захадера. Итак, на горизонтских островах. На веселых, на зеленых горизонтских островах, по свидетельству ученых, ходят все на головах. Говорят, что там живет трехголовый кашелот, сам играет на рояле, сам танцует, сам поет. По горам на самокате ездят там бычки в томате, а один ученый кот даже водит вертолет. Там растут на вербе груши, шоколад и мармелад. А по морю, как по суше, скачут зайцы, говорят. Дети взрослых учат в школах. Вот какие в двух словах чудеса на тех веселых горизонтских островах. Иногда мне жаль немного, что никак ни мне, ни вам не найти нигде дорогу к этим славным островам. Правда? Очень хорошее стихотворение. А вот мое любимое стихотворение. Пролетающую корову. Очень многие считают, что коровы не летают. Так что я беру с вас слово. Кто увидит, что корова пролетает в вышине, Тот, договорившись с мамой, Пусть сейчас же телеграммой, Лучше срочной телеграммой, Сообщит об этом мне. Вот такие славные стихи у Бориса Захадера. В этой книжке «Моя вообразилия». Ребята, а хотите посмотреть мультики на стихи Бориса Захадера? Да! У меня же есть помощники. Мои любимые читатели. Ученики студии творчески одаренных детей Музея Либеров Центр. Смотрим! Здравствуйте! Меня зовут Александр Захаров. Я нарисовал лягушек из хора. Здравствуйте! Меня зовут Валицкая Полина. И я нарисовала прозрачный сказочный пруд. А меня зовут Серафим Челмакин. И я нарисовал мальков для пруда. Поют лягушки хором. Какой прекрасный хор! Вот есть же хор, в котором не нужен дирижер. Как славно! Все запело, все реки, все пруды. Не скажешь, что капелла набрала в рот воды. Вихрем мчится под водой головастик молодой. А за ним еще пяток. А за ним сплошной поток. Тот без ног, а тот с ногами. Этот прямо, тот кругами. Кто налево, кто направо, так и носится орава. Вдоль пруда, вокруг пруда. Почему? Зачем? Куда? Головастики спешат, превратиться в лягушат. Лягушек спросили, о чем вы поете? Ведь вы же, простите, сидите в болоте. Лягушки сказали, о том и поем. Как чист и прозрачен родной водоем. Зачем такой носище цапли? Затем, чтоб цапли рыбок цапли. Больше всех на суше он. Очень-очень добрый слон. Видно даже у зверей. Тот и больше, кто добрей. Мудрейшая птица на свете сова. Все слышит, но очень скупаны слова. Чем больше услышит, тем меньше болтает. Ах, этого многим из нас не хватает. Плачет киска в коридоре. У нее большое горе. Злые люди, бедной киске, не дают украсть сосиски. Кошки не похожи на людей. Кошки – это кошки. Люди носят шляпы и пальто. Кошки часто ходят без одежки. Кошки могут среди бела дня полежать спокойно у огня. Кошки не болтают чепухи. Не играют в домино и шашки. Не обязаны писать стихи. Им плевать на разные бумажки. Людям не сойти с протоптанной дорожки. Ну, а кошки – это кошки. Понравились мультики? Да. А с каким писателем мы сегодня познакомились? Все вместе? Правильно! Это Борис Захадер. Умнички! Посмотрите, сколько книг здесь. Подходите, выбирайте, читайте. Вот и все. А я с вами прощаюсь. До новых встреч! Пока-пока! Пока! О чем расскажет книга? О чем-то интересном, веселом, может, грустном, но это не беда. Спроси о чем угодно, открой скорее книгу. И на ее страницах ответ найдешь всегда. Пока-пока! Пока. Субтитры делал DimaTorzok До новых встреч! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok